ребята привет сегодня у нас с вами будет операция по замене пружины на амортизаторе какие есть предпосылки для этого процесса может быть у вас пружина в комплекте с великом была не совсем под ваш вес вы либо очень толстый либо очень худой на велике стоит пружина которая вам не подходит они бывают совершенно разные обозначаются они не крутится у нас пружину fox 500 на 2 и 8 500 это ее жесткость 2 и 8 если я правильно понимаю это ход 500 означает что-то вроде среднего наверно потому что я видел пружина от 350 до 700 попугаев нет наверно фунты на что-то ну вот в общем у меня давно валялась пружина на что-то там 650 причем вообще от другого амортизатора но в общем так исторически сложилось им появился парень которому она была нужна и вот мы с ним встретились он мне дал пружину урок шокс 550 на 275 550 на 285 то есть она будет чуть-чуть жестче чем моя и у него ход прям на децил меньше это вообще совершенно не принципиально если она была с ходом там 2 и 3 например то я бы не стал ее ставить а так визуально они идентичны по длине я думаю что проблем с установкой не возникнет возможно она немного шире до посмотрим будет ли она болтаться и в принципе по большому счету это видео о том как снять амортизатор насколько это сложно но мы с вами параллельно ответим на вопрос подходит ли пружина рок-шокс на амортизатор fox давайте попробуем вообще ничего сложного нам нужны шестигранники как обычно надо будет еще чем-нибудь зажать шикардос что у нас есть волшебный набор всяких дополнительных инструментов заодно попробуем как он работает зажмем уверен что совершенно ничего нового я для вас сейчас не открываю однажды когда откручивал аморт на атом атом 567 золотой такой у меня был первый мой кстати говоря 2 подвес и причем я его купил новым по жесткой скидке вела мире но вот когда в очередной раз снимал с него аморт закрутилась настолько сильно что она у меня лопнула мне пришлось заменить ось на просто обычный здоровенный болтик и так я катался достаточно долго общеньких проблем не было так вот так мы закручиваем вот так значит откручиваем на операции данным проста и вы наверно сами уже догадались что нам нужно открутить вот эти две гаечки по сути я приподнимаю на вот приподнимаю держу подвеску до в таком рожатом состоянии вот у нас с вами амортизатор отдельно велик отдельно кстати между делом можно посмотреть каким образом выглядит велосипед при полностью сработавшей подвески вот смотрите помните самом начале я открутил поджимающую да вот эту гайку до кольцом для того чтобы пружину можно было сместить теперь мы можем вытащить этот элемент по-русски это называется вот это хип на мне теперь снимаем пружинку все пружинка отдельно все остальное отдельно давайте посмотрим пользуюсь случаем как выглядит у нас велик при полностью сработавшей подвески нам я предлагаю это сделать как мы с вами установим обратно аморт аккуратненько полезная штука потому что на ряде великов не с очень низко ставить седло здесь такой проблемы нет а вот на норка у меня например очень даже все цепляло там нужно было прикидывать нижнее положение которое можно поставить седло чтобы она при полном срабатывании подвески не чиркала а ну а покрышка естественно так вот нас шайбочка кстати вот хорошо бы про нее не забыть ну короче говоря вот у нас происходит с вами срабатывание подвески но и вот таким образом у нас с вами выглядит велик при максимально сработавшей подвески то есть тут остается сантиметра 2 на даже если все сильно прям до конца сработано кстати может чиркнуть но чет я уверен что так я уж его не пробью ну и седло из бутика авито поэтому особых сложностей не вижу так давайте снимаем еще раз подоткнуть просто дергаю вверх-вниз нам и болтик у меня шикарным образом выходит ой ходит и выходит как вы не пуха так есть есть все шикарно но теперь нам с вами над поставить пружинку конечно хорошо бы здесь все протереть это только для эстетов для того чтобы красиво все выглядело мы и поставим вот так чтобы надпись было наверху нам смотрел наверх ну да когда она болтается это болтается значительно меньше ладно нам же надо все собрать и потестить так в обратном порядке да смотрите значит ставим колечко и кидаем на него пружинку дальше начинаем закручивать гаечку тут дальше сейчас начнутся религиозные споры да как я делаю значит первый момент заключается вот нам нужно чтобы вот эту прорезь нам было напротив вот этой дырки на его идеально нам дальше насколько сильно закручивать вот сейчас не закручена ведь все болтается продолжаем крутить все закусилась да то есть оба болтания пропали и теперь типа короче надо сделать один оборот вот можно по вот этой штуке наблюдать но ну так все теперь все держится крепко и не сильно преднатянута в обратном порядке все дела собираем нам нужно разжать подвесочку чтобы аморт у нас поместился о есть готова и сзади прицелились шайбочка мы были не помню кстати какой стороной а ну так ну вот ребят чё я думаю что вы прикрутить тушь осилите нам поэтому проведем тест на улице на посмотрю не начнет ли что-то болтаться да и потом вам расскажу ничего не выдержал короче сгонял на улицу буквально на 10 минут так пару лесенок съехал вот какой все работает все подходит до пружина rocks rocks шокс на марте fox нормально работает но чуть-чуть она вот здесь торчит как бы побольше это чуть-чуть как бы но она не болтается кстати вот смотрите видите не могу и пошатать разница в 50 фунтов или чё там короче не ощущается выглядит велик чуть интереснее потому что не черное все а чуть-чуть серенькая но типа титан титан конечно но выглядит красиво мне все нравится здесь у вас был вопрос подходит ли пружина rock шокс на март fox да подходит все в порядке в обратную сторону думаю что тоже да потому что разница в ширине не очень большая всем покатушек были надеюсь там влезла держал вот так камеру очень интересно был очень интересно нет